...этих биотерапии и генетики, вы хотите научиться об этом? Нет только один вот и на карте вопрос, что принцип через сразу. Можно ли его распространить на человека? То есть где-то когда-то находилось подтверждение вот этого эксперимента? Вы имеете в виду, есть ли у человека такие политические стереотипы, которые, по принципу, через сразу? Ну, вот, прост... Хороший вопрос. Ну, вот, мы не имеем в виду безусловные рефлексы, конечно же, да? Когда речь идёт о сложных политических стереотипах. Я таких примеров, вот, сейчас на вскидку не скажу, но мы можем говорить о том, что многие вот политические стереотипы, они основаны на именно врождённых программах, ну, например, эмоциональные реакции, взмах бровей и так далее. Это полностью врождённый стереотип, который распространён вообще по всему земному шару, проявляется в разных... Ну, тогда дополнение. У спортсменов, таких вот малолетних, которые готовят, сразу отбор проводится вот по таких... А, ну... А, ну... Способные... Да, целый комплекс способностей, которые отбираются. Дело в том, что тут, конечно, вопрос интересный, и он многогранный. Но мы вот сейчас выбираем, наверное, одну грань для обсуждения. И вот то, что сейчас Николаевна говорила, это имеется в виду какие-то врождённые поведенческие стереотипы, характерные только для нашего вида, врождённые в модели поведения. И их сравнительно немного. Вот в этологии человека есть вот такие примеры. Это вот как раз именно вот этот самый взмах бровей, взлёт бровей. Это реакция, характерная только для человека. У приматов её не нашли. И она проявляется при встрече. Это знак узнавания. Застенчивого отвода глаз. Ну, это такой немножко более разбитый. Я думаю, что если мы будем вести речь о каких-нибудь именно моторных стереотипах, то, что вы говорите, есть у спортсменов, то очень, может быть, это просто интересный вопрос, который, может быть, ждёт своих исследователей. Алексей Валерьевич, ваш коллега по лаборатории. У меня такой вопрос. Вот как я понимаю, если случится распределённое социальное мучение, если её проверять, она нуждается в подтверждении того, что вот эти вот спящие фрагменты, вот они действительно есть, и это именно фрагменты. То есть картинка с муравьями и с ловом Ханкин красивая. Есть ли подтверждение того, что у муравьев есть именно эти фрагменты и нету других? А, именно эти фрагменты? Отдельные фрагменты. Какие-то отдельные фрагменты, а других нету. То есть вот есть ли субстраты? Только ли у муравьев? Вот пример из грузома. Да, действительно. Тут муравьев как бы попроще. И мы исследуем разные формы их поведения. Вот, например, когда муравьи взаимодействуют с личинками, ну, такая группа, которая называется няньки, они должны, ну, во-первых, остойкивать их антеннами, проверять, все ли в порядке, выкармливать и так далее. Вот это сложное поведение, оно тоже состоит из элементов. И когда наивные муравьи, и даже не просто наивные, а только что вылупившиеся муравьи приступают к этой задаче, а согласно такой гипотезе, именно молодые рабочие занимаются внутривенезновой деятельностью, то как раз у них проявляются именно вот эти части стереотипа. То есть вот так бы пощупали, потом отдохнули, потом еще, вот как бы фрагменты. Что-то, чтобы произошло, чтобы это сложилось в целый стереотип. Может быть, индивидуальное именно, индивидуальное научение. Но еще один пример, который мы наблюдали, это охотничье поведение песчанок. Как ни странно, грузуны охотятся достаточно, ну не скажу эффективно, но, в общем, проявляют такой же четкий стереотип, как и хищники. И в нашей семье, в одной из семей, песчанок, которую мы держали, лишь из где-то восьми животных, у двух был полный охотничий стереотип, то есть они преследовали, хватали зубами, брали в руки, откусывали там конечности, голову, и начинали поедать. А у некоторых животных был только один элемент преследования и попытки их схватить. И попытки их схватить, это как раз выглядели как именно элементы. А из восьми морфологически отличались? То есть они были крупнее? Нет. У меня вопрос, но сначала поясню. Опыт работы с одаренными детьми как раз показывает, что есть сразу, а все это смотря, что мы вкладываем в это. А и насчет спортсменов, там как раз больше тренер проявляет. Вот что такое талантливый тренер, он как-то огончий, который нам тут демонстрировали, демонстрировали. Он имеет именно врожденные навыки, которые позволяют ему развивать. А вопрос у меня такой. В предыдущей, вот первой, было сказано, что 5% популяции инсайт способны, а у вас прозвучало из 4 птенцов 1. Вот это соотношение 1 к 3 при увеличении выборки сохранилось бы или нет? Или вы даже гипотетически не можете сказать? Трудно сказать, потому что мы работали с несколькими семьями, которые взяли из одного места. Но вообще-то и сами муравьи внутри гнезда разнообразны, являются потомками нескольких матерей, нескольких отцов. И поэтому мы пока что все в это разнообразие даже внутри видовой не посмотрели. Вот когда мы проводили работу с второй этап, когда рассматривали стереотипы подробнее, там мы выбирали наиболее активных, там у нас больше наивных муравьев охотилось. И насчет соотношений ничего не могу сказать, потому что пальцем не было. Веер и соотношений из Кэнгриджа, которые публиковали статью в Нэйче в 2005 году про этих птенцов, им, может быть, просто повезло. Потому что это мы можем, мирники, всякие и прочие фурмики, наделать сколько хотим из наших личинок. Это совсем нетрудно. А воспитать из яйца птенца – это очень тяжелая задача, то есть так, чтобы он никого при этом больше не видел. И они поэтому воспитали только четырех. И очень даже могло быть, что им никого не попался. Но им попался. Вот один из этих четырех, он демонстрировал такой стереотип по принципу. Все, и сразу они это спешили написать в Нэйче в городе. Пучанки. Двое из семьи проявились. А что было с остальными дальше? Вы посмотрели, как сложились их судьбы? Да, большинство-то умерло. В лаборатории. Дело в том, что они не смогли научиться. Не смогли. Они, например, пытались отобрать у охотящихся особей... Добычей были обыкновенные серые тараканы. Пытались отобрать, во-первых. Во-вторых, объедки тоже подбирали и обгладывали. Даже несмотря на то, что они попробовали вот эти объедки, у них не получалось. А вот у вас есть примеры, когда фрагменты стереотипа достроились? Нет. Пока нет. Пока нет. Вот только в начале вы мечтали. Понимаете, реально это, конечно, происходит. Например, с няньками муравьи таки становятся няньки. Главное выделить, что здесь важно. Ускоряет ли социальное обучение склеивание этих фрагментов стереотипов полный единый стереотип? Или не ускоряет? У нас есть различные элементы этого пазла, и их уже достаточно много. То есть, вот эта деталь этого пазла, это то, что у нас есть особи, у которых проявляется по принципу «всё и сразу», и есть особи, у которых мы видим действительно отдельные фрагменты. Причем эти фрагменты разные. Это у одного один, у другого другой. Вот это вторая деталь. Третье, это то, что мы видим в природе. Мы видим, что холембол это очень, ну, многохвостки, это очень быстро мигрирующие животные. И среда меняется в этом плане очень быстро. И мы видим, что вот в тех местах, где плотность многохвосток очень выросла, мы приходим, и 100% муравьёв у нас там удачливые охотники. И их добыча практически на 100% состоит из холембол. Вот это третья деталь. А не хватает, в общем-то, конечно, действительно самое главное, то есть вот самого процесса. Вот как кто-нибудь, наблюдая, себе стереотип достроил. Мы можем предполагать, что да, вот он достраивается. Мы в природе это видим, вот, так сказать, сколько угодно. И то же самое с грызунами. Может быть, даже на грызунах это пойдёт и шустрее. Это очень такая удачная модель. И очень ярко видно, но здесь мы просто в самом начале пути. У нас просто ещё очень мало поведений. Нам пока не удавалось увидеть, чтобы кто-нибудь себя достраивал в природе. Мы поэтому везде и говорим, где и публикуем, то мы публикуем это под названием гипотеза. То есть мы ещё не считаем это доказанным. Я считал, что в процессе обучения этому поведению шимпанзе, они как раз начинают с того, что осваивают отдельные элементы и демонстрируют их. Это довольно сложный процесс, долгий процесс. Несколько лет уходит в объединенных, чтобы научиться колоть орехи. И сначала они имитируют отдельное действие, то есть положить орех на камень, ударить по ореху, скажем, в ладу. И только постепенно все элементы собираются вместе. Сознакование, орех, молоток и ударить. То есть здесь, наверное, вот это как раз пример, когда отдельные элементы достраиваются. Разница в том, что у шимпанзе они все неврождённые. Нет, вот это прекрасное совершенно похоже дополнение, но мы бы на него на данном этапе отвечали вот как. Если бы это всегда было возможно достроить с нуля, то в той популяции, где Джейн Гудал наблюдал 30 лет назад, это поведение, оно бы достроилось. Оно же не достроилось. То есть наша гипотеза состоит в том, что для того, чтобы оно достроилось, нужно, чтобы у этих особей уже в поведенческом репертуаре имелись вот эти врождённые фрагменты, чтобы они имелись. Вот то, как Вы сейчас, Александр Владимирович, излагаете, это получается, что они это всё осваивают с нуля, ничего не имеют. Вот действительно, как многое поведение, которым им учитывается человек. Но мы знаем, что даже грамматическая структура у человека по всей видимости, с большой вероятностью врождённая. Поэтому для того, чтобы достроить, для того, чтобы овладеть такой сложной машинерией, как язык, мы уже имеем врождённые элементы для этого. Так и Шурганзе. Мы считаем, опять же, мы не считаем, мы предполагаем, мы предполагаем, что в одних популяциях есть носители вот этих элементов, уже имеющихся в поведенческом репертуаре, на которых, как на центрах кристаллизации, можно достроить этот стереотик, а в других нет. То есть вот наши с вами противоречия в том, что вы это рассматриваете как разворачивающийся с нуля, а мы как складывающийся и настраивающийся уже на имеющихся фрагментах. А я как раз вообще не вижу никаких противоречий. Мне кажется, что я, так сказать, подтверждение вашей идеи, мне кажется, что вообще разница между врождёнными, приобретёнными поведенческими признаками, она весьма весьма сложной. Если мы от рождения не обладаем, ну, как будто бы, предрасположенностью и формирование такого поведения, мы его не сформировали. Ну, то есть просто там варьирует на какой-то степени генетической и следовой детерминации признака, но любой признак, она часть врождённая, часть приобретённая. Так что и у шумпазета, хотя они вот как вот с нуля не демонстрируют отдельных элементов, без обучения немножко, нужно обучение. Но всё равно это тоже в какой-то мере врождённое поведение. В каком? Которому они легко относительно улучшены. Извините, они же едят, наедаются добычей-то так или иначе. Они с голода все не упомирают, которые фрагменты поведения демонстрируют. Не может ли быть, что вы на самом деле наблюдаете игру, элементы игры. Вот эти недоделанные фрагменты, они просто играют. А вот играют. Элементы игры есть в виде. Да, это элемент жизни. Элементы игры это... Нет, они, во-первых, сами не едят. Груковую добычу они приносят своим личинкам. И это поведение, так сказать, по жизненным показателям. То есть если они не накормят личинок, то, соответственно, семья не будет жить. А вот вопрос о том, есть ли у муравьёв игра. Ну, у песчанок она безусловно есть. Тут никаких сомнений нет. Играют ли они в охоту на таракана? Ну, и вообще на насекомое. Им очень хочется его съесть. Поэтому я думаю, что это не игра. Тут дела серьёзные. Тут очень-очень хочется. А что касается муравьёв, то вопрос, есть ли о них игра. Вот несмотря на то, что я квалифицированный пермеголог с огромным стажем, я пока на него не могу ответить. Есть некоторые предположения о том, что кто-то когда-то что-то наблюдал. Но лично я нет. Я не видела, что в муравьи играли. У меня небольшие три вопроса. То, если мы подразумеваем не только рассмотрение моторных актов, а сам факт существования психики, вот сравниваем муравьёв, или птицы, или шимпанзе, вы исходно всё-таки разделяете, что уровень развития психики будет разным. Потому что, скажем, я не знаю, как просто было в отношении муравьёв, можно ли говорить о перцептивной психике, понимание леонтика. Это первый вопрос. Второй. Вот вы привели пример с Новокалейдонской обороны, что птенец, он был в помощь, он научился. Но вчера Зоя Санна нам рассказывала другую интерпретацию совершенно того же самого птенера. Это как раз яркий пример птенетивного поведения. То есть не является это как раз примером того, о чём, наверное, сегодня будет говорить Михаил Саншишкин, а о том, что исходный концептуальный выбор в нашем стереотипном поведении, в неслительном стереотипном поведении, он предопределяет, канализирует весь спектр ответов, который мы даём. То есть развилочку и настрадку. Это второе. И третье. Вы всё время говорите о моторных актах, взбиваете вот это целое, некие целые дештальки, на какие-то отдельные составляющие, что может быть удобно, конечно, для анальгу. Ну вот возьмём один пример, скажем, с синицами вы говорили. Вот синицы, значит, они взбивают бутылки. Есть ещё такая, назовёмся странная традиция, но практически упущенная. То, что в Москве, в Граде, в Кутербурге синицы стали гнездиться в трубах металлических, которые торчат в некоторых парках, и в общем безмечных особах это утрачено. Так вот, это второе. И третье. Например, некоторые большие синицы, скажем, локально, вот в Румынии только, они ищут зимующих нетопырей, находят, поедают их мозги иногда. Или вот те примеры, которые в себя в интернете уже, может быть, не локализованы географически, когда синицы замечательно ловят чечётку и убивают их. Вот этот фрагмент. То есть можно разбить это на моторные акты, замечательно, как она держит их лапой, там, в принципе, травматизм может быть очень большой. Или как она бьёт клювами по черепу. Это, конечно, некая врождённая мотолика. Но ведь самый интересный момент, это в опознании ситуации, в стереотипе опознания ситуации. И это гешталь, который вот так вот просто не разойдёшь. И вот здесь вот насколько можно говорить о врождённости, о том, что, ну, я могу представить себе, что, скажем, может быть свойства психики более агрессивные, менее агрессивные. У нас даже нет языка для того, чтобы вообще как-то вот, ну, там, о чём там, когда с чёрными дроздами польские зоопсихологи разбирались, мы говорили о реактивности психики. Ну, это реактивность. То есть вот можно ли именно, если принести акцент не на моторику, не на цепочку, а на сам вот опознание ситуации, который является таким вот фригером для того, чтобы включилась вся остальная моторика, изменчивая или неизменчивая, можно ли здесь говорить о новорождённости? Так, спасибо большое большое. Во-первых, первый вопрос, я напомню, был о том, можем ли мы переносить, ну, как я поняла, то, что получено на муравьях, и вот с них... Ну, подозревают ли какие-то всё-таки различия в орган развития психики муравьёв по науколитонскому воронку? Ну, самые принципы нервной организации, они едины. И, во-первых, во-вторых, мы на муравьях описали этот феномен и, ну, описали и, в общем, предполагаем, что он может быть и у позвоночных животных, и сейчас занимаемся поиском. Если вот мы хорошо опишем, то я думаю, что вот это... То есть вы не рассматриваете психику как эпифеномен? И что у неё могут быть совершенно разные градации на принципиально одинаковых составляющих? Ну, в данном случае мы занимаемся поведением. Психика — это вот ваша эмпархия. Система — это тоже будет у вас посредством. То есть это как бы мы включаем несколько другой уровень рассматривания. Можем, да, рассматривать какой-то эпигенетический эффект, но пока что мы здесь, вообще у нас никаких данных нет на том, чтобы, как это говорит, только спекулировать. И я-то не могу, мы вообще не можем рассуждать ни в каких иных терминах, кроме как в том, что наблюдаем. То есть мы ставим эксперимент, видим условия этого эксперимента, видим наблюдаемые реакции, эти реакции, классифицируем, изучаем и делаем вывод. А вот если мы говорим о том, что существует еще какой-то посредник, который мы не можем, так сказать, определить именно физически, ну, то здесь мы... Вообще мы птицам не говорим о том, что мы никого не говорим. Мы от этого фона софтфагируем? Мы не успеем, за меня не вопросов. Давайте, противоречес, вчерашние лекции Зои Александровны здесь не наблюдается. Зоя Александровна говорила о чрезвычайно развитых когнитивных способностях новокалейдонских ворон, творческом подходе, очень быстрых решениях, вот как сделать крючок, если его нет в поле зрения. Но, как мы прекрасно знаем, и, конечно, мы согласны, я думаю, с Александровной в этом, что когнитивная деятельность — это вершина айсберга. И мы сейчас обращаем внимание на подошву айсберга. Азу Александровна вчера говорила нам об этой вершине. Сам поведенческий стереотип — это что? Это буквально связь между нейронами и группами нейронами. Зачем туда сейчас? Да, зачем туда сейчас? Сначала описать явление, потом смотреть. И вот эти связи, они должны, они устанавливаются. В лимании, они могут возникать либо в ходе антогенеза, разные факторы могут влиять на это и социальное обучение, и летучается. Нам вчера просто было сказано когнитивное поведение. Нам было сказано, зои Сан democrats, данный конкретный поведенческий акт конкретно новополитетского образования трактуется как то самое когнитивное поведение, которое было определенным образом определено, оно было сказано, как мы его будем понимать. И это определение, и тот контекст, который был задан диаметрально противоположным, ваши трактуры. Я говорю, да, я думаю, Нет, мы сейчас не занимаемся когнитивным поведением. Я вообще начала с того, что у меня книжка посвящена интеллекту животных. Я согласна уже с тем, что да, гипотеза Нуама Хомски и других, там разные, так сказать, взгляды на механизмы, как это сделано. Но, в общем-то, очень многие сходятся на том, что здесь огромная наследственная компонентность. Так вот, мы сейчас и говорим не о настройке, а о подошве этого айзи. Классический пример многонархозка действует как триггер, который запускает вот это поведение. Есть врожденные образы искового, как говорил Тимберген, это те образы, которые являются крючками, которые спускают, которые стереотипы, которые сворачиваются. Скажите, пожалуйста, вот были очень любопытные эксперименты, экспериментальные археологи, как их назвать, которые орудия изготавливают. Вот, соответственно, их одевали в киберперчатки, снимали МРТ в момент изготовления орудий разных типов. Ну, при этом выясняется, что, соответственно, при алдувайской и ашельской технике активируются принципиально разные зоны мозга. А вот в связи с этим, обезьян у шимпов при орудийной деятельности, кто-нибудь пытался смотреть, какие у них зоны мозга активируются? И как это можно, вот как этот перескоп можно попробовать? И в связи с этим второй вопрос, сразу, вот с тем же самым, что творится в мозгах у шимпов, вот у гарднеровских обезьян, у них что творится там в зоне брака, там ровандовой бороздей и всем прочим? Вот есть какие-нибудь определенные количественные характеристики? Ну, вот насчет снимали ли детских домократов, их нету, трудно сказать, я не знаю. Но вот тот самый Канти, он изготавливал орудия, когда ему давали эти камешки? Если у него был учитель, он долго смотрел, как это делает человек, Николас Тотт, и потом постепенно он научился этому. Но когда он научился разбивать камень о камень, кирпич о кирпич, то он изобрел свои способы тут же. Он сначала стал бросать эту заготовку о бетонный пол, покрыли пол линолеумом, он попробовал, не получается, он разорвал линолеум, стал бить об этот самый, все равно о бетон. Перенесли на улицу, там песочек, там не разобьешь. Тогда он стал класть заготовку и в нее прицельно метать молоток. Но вот этими Тоду это очень не нравилось, потому что древние люди не так делали, они вот это вот делали. А у него было три своих, найдено три своих решения. Но он научил, а первоначально у нас свой. Это очень интересно. Но это чтобы нам так жить, да? В общем, вот эти эксперименты, кстати, с исследованием, какие зоны включаются, она... У маленьких детей это делалось в первом раз в 99-м году, опубликовали в НЭЧе, а вот делали действительно у шимпанзе... Шимпанзе нет на веконе, это очень широко исследование проводит на Мартышках. Коллеги, я предлагаю о техническом современном представлении о симбиотических системах для развития революционной теории. Пожалуйста, Александр. Продолжение следует...